МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глядите в выпуску. Об тем, как працуют гомельские медики в эти святошные дни, доведался наш корреспондент Олег Сентюроу. Начальник инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области Галина Пашет рассказала нашему корреспонденту Ганне Ковалевой о податковых изменах, которые шагаются в Новом годе. Яуген Пабалавец подрихтовал для вас огляд наибольшь текавых подейств культурного життя Гомельшины за минулый тыдень. Служба худкой медицинской допомоги Гомеля готова и до работы в святошные дни. При этом, по словам керавництва городской станции, плануется не только повелишись, сколько спецмашин, а и укомплектовать бригадой наибольшь квалификованными специалистами. Как свечит статистика, о пошних годах, в первые дни Нового года, колькость выкликов повелишивается амаль на треть. Олег Сентюроу подекавился, чем будут займаться гомельские медики на этот Новый год. История худкой медицинской допомоги у Гомеля наличия больше 100 годов. На периоды дни Першой Суцветной войны, например, тут открыли земскую больницу. Цекаво, что урачи працуют у её и в наши дни. Сегодня у этом будинку находится травматологичный пункт. Нельзя сказать, что у медиков не хапая работы, а ли отсутность лёда на городских улицах. И, как следствие, снижение колькости травм, напруженность явно снижая. Хоть у вогули гомельские медики готовы до любых ситуаций. У городской станции худкой допомоги сегодня одночасово заденечено каля 50 бригад. Это отповедает 9 социальным стандартам. При этом все машины оснащены GPS-навигаторами, что дозволяя больше эффективно размярковать прямаемые выклики. Бадай, одинае, на что скарзятся бригады – вельми маленькие лишь бы номеров дому на шматайких будинках, что створяя проблемы с пошуком необходимых адресов, особенно в ночный час. Иншая справа, что есть выпадки, когда худко и выкликают без особливой потребы, что в свою чергу можно поуправить на час приезда спецмашины до тех людей, кому допомога заправды вельми потребна. Либо родители, либо дети беспокоятся, что не смогли связаться с мамой, с папой, звонят в скорую помощь, выказывают свое беспокойство, просят подъехать по указанному адресу, но по прибытию не нуждаются эти пациенты и ни о какой скорой они, конечно же, не думали и не собирались вызывать. Бывают и у нас такого рода выезды, когда звонят, просят подъехать, но за время в пути человек принимает какой-то медикамент и по прибытию то же самое артериальное давление приходит в норму и по большому счету данный пациент не нуждается уже в оказании помощи. По словам Керевницкого городской станции гудки-допомоги, на новогодние святы плановится не только поверечь сколько спецмашин, але и укомплектовать бригады наибошь квалификованными специалистами. Як свечать статисты капошних годов, у першой дни нового года колькость выкликов поэлечивается амаль на треть. При этом до 40% пациентов звертаются угодкой-допомогу со скаргами на повышенный тиск. У сувезе, с чем медики нагадывают, калі докладно выконовать усе рекомендации, додатковые выклики спецтранспорту не спотребятся. Тембошь, што в святочные дни можно буде без проблем звернуться у городские поликлиники. На гэты Новый год режим их работы будет складен с таким уликом, каб оказать усім пациентам максимально мягчимую допомогу. С обслуживанием вызовов на дому, при этом бригады врачебные будут укомплектованы, исходя из того, что необходимо будет привлечение узких специалистов, работа лабораторных служб, рентгеновских служб, для того, чтобы человек мог получить медицинскую помощь, как в обычный день. И вызова, которые будут поступать, будут обслужены также в течение рабочего дня учреждения. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гоми». Какие податковые измены чекаются нас в Новом годе? Какие подарунки варто декларовать? И какими льготами могут скорыстаться плательщики? Гэты и инши пытания на гэтым тыдни стали предметом гутарки подчас актуального интервью. За отказами на их наш корреспондент Ганна Ковалева звернулася у инспекцию Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области. В Новый год без налоговых долгов. На этот раз наш собеседник – это начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Галина Михайловна Пашет. Галина Михайловна, здравствуйте. Добрый день, Аня. К сожалению, без долгов не получается или не всегда получается и не у всех плательщиков. Отчасти поэтому мы сегодня с вами собрались вместе поговорить о самых актуальных вопросах. И в начале нашей беседы мне, конечно, хотелось бы спросить о том, какие изменения уже почти ушедшим в 2015 году произошли в налоговом законодательстве. Конечно, интересуют вопросы, связанные с подоходным налогом. Наверное, это очень правильно, потому что наиболее большая категория плательщиков – это более 400 тысяч – это плательщики подоходного налога. И, безусловно, это та категория и те изменения в законодательстве, которые касаются большого количества населения. И с 1 января текущего года было изменено ставкой, такое принципальное было изменение – ставка подоходного налога с 12% до 13%. Конечно, любое повышение налога, даже самое минимальное, это мера непопулярная, но в данном случае это было крайне необходимое. На социально ориентированное государство. И эти средства в бюджете заложены именно как помощь для многодетных семей, пособия для детей и так далее. То есть для выполнения социальных программ. А если продолжать тему о подоходном налоге, какими льготами могут пользоваться физические лица? Если называть самые основные, то это в первую очередь это вычеты. Профессиональные, стандартные, социальные. Но мы все с этим сталкиваемся, когда мы при обучении своих детей, когда дети получают первое высшее образование, мы получаем вычет социальный именно на обучение детей. Мы имеем право получить вычет по подоходному налогу при строительстве жилья, при строительстве дома, при строительстве квартиры. Но при том, когда мы нуждающимся. Вот это основные льготы. А так их, конечно, великое множество в зависимости от категории плательщиков. Приближается Новый год. Конечно, это то время, когда люди очень много отправляют друг другу подарков, денежных переводов. Каким образом они должны ли вообще ставить налоговую инспекцию в известность о своих подарках? Что касается подарков от близких родственников, то такое дарение не предполагает уплаты подоходного налога. Ну и, соответственно, конечно, близкие родственники – это брат, сестра, отец, мать, бабушка, дедушка. То есть в данном случае не стоит волноваться о сумме уплаченного подоходного налога. А что касается подарков от неблизких родственников, то здесь законодательство предполагает следующее. Есть определенная минимальная сумма. Эта сумма в этом году фиксирована. Она составляла 43 миллиона 660 тысяч рублей. Если вы получили подарок меньше этой суммы, то вы не платите подоходный налог. Если больше, вы должны эту сумму задекларировать. Галина Михайловна, а насколько часто вот эти факты, когда физическим лицам перечисляют такие большие суммы, более 40 миллионов? Ну, знаете, такие случаи абсолютно не единичные. Это все отслеживается. Причем существует различная информационная база налоговой инспекции, когда мы знаем о таких подарках, о таких денежных переводах. Особенно это касается денежных переводов. Когда сумма зафиксирована, мы получили такую информацию от Белпочты, ну и гражданин, условно говоря, предположим, что до 1 марта он в инспекцию не пришел. То есть мы такого гражданина вызываем, просим представить декларацию. Соответственно, если какое-то произошло при этом нарушение или несвоевременная подача, то вытекают уже какие-то последствия, такие штрафы и так далее. Галина Михайловна, ну и пару слов о грядущем 2016-м. Конечно, интересно, какие изменения нас ожидают в новом году? Налоговая система – это, наверное, наиболее динамичная, развивающая система в системе органов власти. Каждый год нам приносят какие-то изменения. Изменяется законодательство не только в отношении физических лиц, о которых мы сегодня говорим, но и в отношении юридических лиц. Изменяются ставки налогов, что-то упрощается, что-то вводится новое. То есть это ежегодно, то есть мы не спим. Но что касается именно подоходного налога, то отменяется подоходный налог для участников студенческих строительных отрядов, когда они работают за пределами Республики Беларусь. Вводится налог на получение выигрыша в азартных учреждениях и заведениях. То есть предполагается установить ставку на получение выигрыша в размере 4%. Платильщикам данного вида налога будут непосредственно сами эти азартные учреждения, которые будут выдавать уже выигрышем за минусом подоходного налога. А если говорить о выигрышах в лотерею, это тоже относится? Нет, что касается выигрыша в лотерею, то этот выигрыш облагаться подоходным налогом не будет. Галина Хаун, если говорить об изменениях, понятно, что с ходом времени законодательные базы всех государств меняются. Если говорить о нашей стране, мы идем в целом по какому-то своему пути или все-таки обращаем внимание больше на мировую практику и стараемся уже свою базу адаптировать? Безусловно, при принятии решения об изменении в налоговом законодательстве учитывается, конечно же, и мировая практика, и особенности, и в том числе и региона, и страны, и условия, в которых мы развиваемся. Конечно, это все учитывается. Галина Михайловна, конечно, хотелось бы пожелать вам в новом году поменьше нарушителей, побольше законопослушных налогоплательщиков. Ну и от себя, может быть, у вас есть пара слов, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в новом году? Знаете, я получаю очень много слов признательности от сотрудников бюджетной сферы. И врачи мне иногда спрашивают, мы зарплату получим? Действительно, ни одно государство в мире не может существовать без налоговой инспекции. Хотим мы этого и не хотим. Это, прежде всего, поддержка социальной и бюджетной сферы. Ну, конечно, как начальник налоговой инспекции, я хочу всем пожелать финансового благополучия, достатка, здоровья, всего самого-самого доброго. Ну что ж, Галина Михайловна, мне остается только согласиться и добавить, и напомнить нашим телезрителям о том, что Новый год лучше встречать без долгов, особенно налоговых. А зараз до новинок культурного життя Гомельшины. Церемония урушения литераторам нашего региону премии имя Кириллы Туровского, а так само проведение новогодних ранешников и доброчинных святочных акций. С этими и многими иншими интересными культурными подеями, которые отбились в Гомельской области на этот день, вас познайомите наш что-то дневный огляд. Еще пять литераторов в Гомельской области стали лауреатами премии имя Кириллы Туровского. Церемония урушения отповедных посвечений прошла в областной универсальной библиотеке имя Ленина. Об чем пишут по этой прозайке нашего региону, вы доведаетесь в ближайшие некольких хвилин. Гомельский письменник Михаил Ковалев, для дома под творчим псевдонимом Михай Слива, все лето стал одним из лауреатов премии имя Кириллы Туровского с книгой Гомеру «Не треба хваляться». Алексей Бышко в свою чергу отримал гоноровую премию за пьесу «Любов на одлеглости зорок», якая была написана по мотивах гисторичного романа Михаила Расолова «Канцлер Румянцу Гомельске». В целом, все лето на конкурс было подадено 70 рукописов. Для правнания летось 42. По великим рахунку присуджение литературной премии Гомельского облавоканкама это протяг традиций лепших советских часов, калей держава подтримлювала талиновитых письменников и поэтов. Головное потребование домостатских творов, якие проставляются на литературных конкурс имя Кириллы Туровского, яны повинны расповядать про родный край, яго традиции и культуру, а так само об знакомитых людях Гомельской области. Рукописи, якие признаются лепшими, выдаются особными книгами. У сяго некой день застается до свято, а кое с нетерпением шакаете дети и дорослые. Новый год немогчимо уявить себе без ёлки, тому минулый тыдень был насыщенный проведением новогодних ранечников и доброчинных святочных акций. У Палаца Румянцевых и Паскевичев на час урочистых действий колонная зала перетворилася у займальную интерактивную пляцовку с текавыми гульными конкурсами и викторинами, а так само пригожими театрализованными и танцевальными номерами. Тут стартовал цикл новогодних ранечников, новогодние истории у Палацы. У Рашиста премьера стала подарунком для выхованцов гомельского детячого дома и районного социально-педагогичного центра в рамках республиканской доброчинной акции «Наши дети». У вазе юных ледачов был представлен святочный баль Ирыны Паскевич и займальная история, яка отбылася под час яго – полный авантур, пригод и безумовно новогодних судов. Республиканская акция «Наши дети» на Гомельщине набыла международный характер. В Чашерском районе аменовиты увезцы Нисимковичи собрались школьники с шасти районов в области, а также Красногорска района России и Краславского края Латвии. В связи с чем, назва акции «Наши дети» набыла новое гучание. По сути, отрымалась и миротворшая ёлка, на якой дети стали свои особливыми послами миру. Делегация Краславского края Латвийской республики у делу акции «Наши дети» прымая у першыню. Кажуть, что завсёдость обравали с уседзьми беларусами и в свой час нават прымали у делу с уместных святых, каля монументы дружбы. А тому из-за прошения на Гомельщину усприняли с радостью. На ёлку привезли песню про рожство. Причым выконываются и дети, які неадренны ведуть беларускую культуру. А тем часом, с надыходящим Новым Годом, выхованца у Гомельскахе городскоха Центра коррекцийно развивающего навучания и реабилитации повиншевала администрация установы разум с больничными клоунами «Фанни Ноус». Цікавое представление, гульни, Дед Мороз и, вядомаш, клоуны. Тут зарабили соправданно святы не только для детей, а и для их батьков. Бальничные клоуны «Фанни Ноус» показали спектакль «Клоунские сны». Рассказывающих историю, яны не вымавляли ни в одного слова. Трапить у сны присутным допомагали тени, жесты, музыка и гульни. Такая интерактивная падаша арабила урочистое действо, яку отбывалася на сцене с разумелым кожному. Не пропустите на будущем тыдне шарах цікавых культурных падей. На площади Ленина будзе працавать дитяшых городок. 28-го снежня у городским центры культуры пройдя городская доброчинная ёлка. Святошное проставление по мотивах каски Аксакова «Червоненькая кветочка». Вывушать немецкую альбо английскую мову. У Мазырской школы номер 16 батьки больше пони настали отдавать перевагу немецкой. А кроме реальных бонусов, живых зносинов с носьбитами мовы, гэта яшэ махчымыць поступлений у институт имя Йоты, за яким у школы ёсь погоднение об супрацовнецтві. У пероцвятошной дні в школе отбылось яшэдно меропроемство, яко обядновые интересы наставников, батьків і вушнів. Немецкая гастиня – меропроемство в школі уже традиційне. Ні слова по-русску, верши, пісні, театральні постановки – ўсё поднімецкі. На гэтараз, крім дятій, на сцену підымаліся і батьки. Мамы співалі пісні на немецкій мові разом со своїми дітьми. Артысты-аматары парадувалі і слыхам, і голосам, і нават вмауліннім. Каля місяцца падрахтовкі, і номер для школьного вечара готовы. А яшэ віта частка навучального процесу. По сродкам театральніх постановок завучвання пісін і вершу удосконалюється мова. А процес падрахтовкі об'ядновываюе батьків, дятей і педагогів. Творча педагогі, актывна адміністрація. І немецкі в школі набірає обороты. Колька жаддаючих ягова влучаць не толькі не зміншується, але навыц кожным годам павялішується. Головний секрет – каб знайсті контакт з дітьми, треба наладзіць сувіць батьками. Лідая Поттер, Светлана Груцько, Юрий Гарабец, телеканал «Мазыр». Спеціальна для телерадио-кампанії «Гоміль». На Гомільші не пратягваецца добра шыны праекта «Ад шыстага серцца». У гэтым годзі ённа кераваны на патрымку дяті інвалідаў, маладых інвалідаў і їх сім'яў. Нагадаем, суорганізаторы акції телерадио-кампанія «Гоміль». Уже сьогодні до праекта патклюшыліся дзісяткі прадприємстваў і арганізацій з усіх регіонів «Гомільшыны». Ад шыстага серцца своў вклад ў агульну справу ўносяць і жахары в області. Так, кампанія па вытворшысті фотосувеніра з «Гомілья» патріхтавала для метавої аудиторії проєкта саправдну новогоднію посылку з дизайнерскімі кружками. На іх логотип добрашыны акції. І просто філософскі дэвіз – каб поверець ў добро, треба пачать робіць яго. В прошлом году мы участвували в акції «От чистого серцца». Мы видели, как она зарождалась, как развивалась, і мы не могли остаться в стороне і пройти мимо. І поэтому в этом году, по суці, мы начали заниматься нанесением фотопечати на кружки і решили не передать «От чистого серцца» небольшую партию кружечек именно дзетям. Подписаны контракт з новым галоным трэнером футбольного клуба «Гоміль». Гэта вядома беларускі спеціаліст Уладзімір Журавіль. Йон пачынаў займацца футболом на «Гомільшыні» у Мазырской дзітяше юнацкой спартывной школі. Гульцом выступаў за российскі і беларускі клубы. Тренерску карьеру починаў ўжодзімскім «Торпеда» помощнікаў «Главкама». За пяять лет праце галоным трэнером ни разу не займав месцы у таблицы «Нежэй за другое». Чатыры поспіхи з солігорскім шахтёрам адночы з Мінским «Динамо». Со столичной командой Журавіль ў першыню гісторы клуба вышел ў групавую стады Лиги Європы. Контракт со специалистам подписаны на один год. У выпадку выконання поставленных задач на сезон супрацовніство поміж баками будзе протягнуто. Контракт подписан, но задача, безусловно, ў нас одна. Это результативно сыграть в 2016 году і завоевать путёвку опять в Высшу Лигу. Новый энергиё на информацию о проектах телераду компании «Гомель» вы можете знайсцё на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи у эфіре. Редактор субтитров А.Семкин